Вот это вот самый крупный абрикос из моих, который мне удалось сфотографировать. 110 грамм. Были крупнее, нечасто, но просто руки не доходили. Когда дошли, тогда весов не было. Когда были крупнее, весов таких не было. А были весы, знаете, вот эти со стрелкой. Врали безбожно. Сами понимаете. Подкручены все были, потому что надо было зарабатывать деньги этим самым. Продавцам с нищенской зарплаты. Все было. Так что, почему вот это вот, его родственник. Узнаете? Отдельная тема. Дело в том, что я мечтал ходить по саду и все это показывать, рассказывать, показывать, рассказывать. Но потом убедился, никому не надо. Вот это родня. Почему они разные? У них подвое разные. А вы говорите, что не существует электронной гибридизации, господа ученые. Это почти прикол. Когда я эту фотографию опубликовал в газете, она была самой красивой в России. Называлась «Сады Сибири». И она была ярко-красочная. На фоне всех блеклых газет, где не отличишь абрикос от яблони. Комментарии были. Знаете, какие? А заклеил пол яблока этим самым бумагой и сфотографировал. Сфотографировал. Вот. Ну что, интересно? Идем с Анны. Ой, здорово. Вот это тоже где-то дня два назад сфотографировал. Знаете, я вспоминаю про плоские, про эти самые арбузы. Я вспоминаю про чуть ли не квадратные персики. Вспомните, волшебника Бродского. Вот. Я подумал, а если взять с ним кусок, то что будет? И вырастить плоские абрикосы. Ну, это почти прикол. Ну, что ж. Не все же серьезно обсуждать тему про это. Сильно серьезно тоже быть вредно. Так вот, еще я что тут вспомнил. Вот. У меня сейчас, может быть, и вижу. А, вот. Вот это вот самый поздний абрикос в моей жизни. Он провисел почти до зимы. Причем не весь, а одна ветка. Ну, так же упали, сгнили. Коски никого не интересовали, не интересуют. Хотя в газетах я печатал эту фотографию. Вспомнил, из архива нашел. Почему? У меня очень рано европейские абрикосы созрели. Вот сейчас. Значит, я уже, к сожалению, вот это было еще тогда, когда не было такого урожая. Но сейчас, Ирина Александровна, достигли своей спелости вишни. Черешни уже доедают, что я не собрал. Доедают уже эти птицы. Да, уже доели. А и дюки уже грызут. Уже птицы озверели. Но они достигли своей крупности. Я угощал сегодня плодами, которые за счет генов черешни ничуть не хуже, чем я ел на Украине. И привозил с Украины черенки. А это мы с вами изучаем что? Вот она. Черешня, а вот это вишня. Корень общий. И вся вот эта вот черешневая сладость переходит сюда. Я не знаю, что будет потом. Почему? Потому что я рассказывал, черешню с пять саженцев вырастил. Нет, вырастил их полсотни. Пять продал новому русскому. Три тут же превратились в вишню. Раз. Здесь, вспомните Людмилу, вот ту, которая Калининград. У нее получили крупнейшие сладкие, вкуснейшие плоды и вишни. И еще второй саженец оказался черешнем. Это все всерьез. Тут никаких заслых казачков нет. Вот это вот для речайших случаев. Просто Елена Александровна в глаза стояла, она умудрилась найти у меня тлю. Хотя я считал, что у меня много лет на вишне тли нет. Ну что, на то она и ученая. Фотография вишни это когда в фильме есть. А что в фильме есть, там подъехали ребята, набрали восемь ведер вот этой вишни. Собирали с кузова автомобиля, я все равно не мог достать. Просто им подарили эту вишню. Просто подарили. Сейчас она ждет именно Нусанну. Причем, если это дикая вишня, она не дикая, это та самая штамповая вишня. Бывшая, одичавшая, Владимирская, как я ее называю. Вот. То вот здесь я проводил свои эксперименты. Вот сейчас бы самое время я не с Анну попробовать. Сюда я внедрял черенки и черешни. Вот когда дикая вишня, это все в один день снято. Вот такой вид имеет. А черешня, она ранние овощи, она раньше созревает. И вы видите результат. Даже можно не комментировать. А на листья гляньте. А ведь листья это вишневые. Это не черешня. Все три черешневые прививки мертвы. Вот. А гены черешни бродят тут. В скобках. Хохот в академическом зале. Ну, в общем, хотел показать, Елена Александровна, вот это вот Ваньков ранний. Вот когда я сегодня водил в Доскобилово с этим, с ученым из Барнолула, да, я подвел, говорю, попробуйте. Как называется Ваньков ранний? Первый раз слышу. Отлично. Значит, все, что относится к эксклюзиву, все, что относится к раритету, это ваше. Все должно к вам переехать. Вот. Вот это вот, как бы ее назвать, наверное, клон, все-таки это клона можно назвать. Китайка. Исполнилась где-то лет 28, наверное, не меньше. Прививка сувенир Востока. Кто помнит, кто бывал у меня на семинарах, я с нее угощался, этого дерева. Плоды были до 100 грамм весом. Есть в фильмах, все есть, без обмана. Вот. Я хочу сказать, что, Елена Александровна. Я когда обнаружил сувенир Востока у ныне покойного Чижика Николая Ивановича, у него было 15 кустов. Это уже была селекция. Потому что я выбирал, догадайтесь, те самые крупные плоды. На одном дереве 30-граммовое. Сувенир, это же на другом 40, 50, 60, 80. Было пару плодов, конечно, выделялись, как эти. Вот. 120 грамм, представляете? Ну, теми весами, советскими еще. Вот я предлагаю вам пока это дерево жил. Посмотрите, сколько ему осталось, да. Чудом уцелела ветка. Это входит в моё, это, как его, селекционное клонирование. Это клон. Это клон. Плоды 60-80, до 100 грамм. Вот. Эти веточки должны к вам переехать. Именно к вам. Тут на всю Россию не хватит. Вот. Ну, это плод я снимал. Первый же упал где-то неделю назад еще. Вот. Сейчас это уже все позади. Так, значит, это без комментариев. Это, ну, один из вариантов, это, с сыном Маньчжурца, но уже не, уже не выдаешься. Выдаешься, я сейчас покажу. Вот. Видите? Вот это вот у меня сын Маньчжурца, который стал абсолютным лидером по вкусу и по крупному. Вот он и вот он. Вот. Причем это были первые. Это сейчас у меня лежит в холодильнике на электронных кипсах, ввершу с этого же дерева уже в два раза крупнее. Вот. Вот я уж удивился сегодня доскобилу и вот этого ученого, угощая плодами уже вот не такими, в два раза крупнее. Это старый снимок, я давно готовился к вебинару. Так, дальше. Я вам показываю. Кстати, видите, что тут абрикосы торчат? Это говорит о том, насколько у меня сад запущен. Я к тому, что у нас в стране земли нет. Я показывал этим сегодняшним гостям. Я говорю, вот видите, вот сейчас там 50 тысяч сотка за забором, а через три дома 100 тысяч сотка. А сразу за этим, за деревней, зарос этим сосняком и полностью потерял значение огромный участок земли, который возделался раньше под картофелью. Вот. Лучшее место в Сибири для вот этих же абрикосов. Ну ладно. Это обида во мне говорит. А вот это вот и есть тот самый абрикос. Они до сих пор. Интересно, что я не ожидал. Все-таки феномен в чем заключается? Брянска-Розовая, я знаю, что к ней отношение к Канчино имеет. Автор, не автор. Так все забываю посмотреть автор. Но она имеет прямое отношение. Я уважаю, потому что она, скорее всего, ведущая, чуть ли не единственная, этот, черешневод в стране, да, город Брянск. Вот такой черенок пришел ко мне, только не от нее, а с тех краев. Вот такие урожаи. Но тут никто не виноват и некого пылять. Если там у меня целая куча деревьев, всевозможных вишен, черешин, разных сортов, там урожай мощный. А здесь отдельно стоят четыре деревца. И вот такие урожаи. Меня что удивило? Я сейчас объясню, Елена Александровна. Я к вам чаще обращаюсь, уж извините. Вот. Казалось бы, сорт загублен. Это уже по Мичурину. То есть, явно, что черенок прислали с сенецового дерева. Вот. И вот это их, они уже созрели, но... Еще их это, это фотография примерно позавчерашняя. Я еще и сегодня делал, но не успел поменять. В принципе, такая же. Вот. Урожая нет, потому что настоящего именно нет опылителя. Вспомните, о чем мы говорили несколько минут назад. Так. Вот. Морозостойкость предельная для Канчина. Я скажу, что прививка на... Та же, как я... Это же модно русские. Я тогда это... Наелся черешин. Как? Привал на сибирскую штамбу вишню. И морозостойкость добавилась на градусов 5-10. Это 100%. Это точно. Иначе бы все было бы мертво. А здесь нет... Это тоже привито на сибирскую штамбу вишню. Вот. И уже пусть немного, но наличие этих плодов говорит о том, что у нее большая перспектива. В чем она заключается, Александр? Она заключается в том, что мы можем, обязаны, вернуть крупность плодов. Как? Ну вот. Опять придется... Про прививки, опять про селекционное клонирование. Но вернуть крупность мы можем. Вот. Смотрите как. Вот это вот... А, у меня тут разделились фотографии. Вот была прививка. Вот она. Я показывал вам. Вот она... Видите, это врачеб было. Она погибла 100%. Вот это 100%. Вот это вот... Маньчжурский абрикос. То есть сын маньчжурца. И он имеет такого крутого родителя. Что вот это вот и получилось. Вот это вот. С маньчжурского абрикоса. Это из грязи в князи называется. То есть они потом... Сейчас они еще в два раза крупнее. Вот такие роскошные. Вот. Сегодня блогерша снимала фильм про них. Их как-то резко поубавилось. На дереве. Ну ничего, я не в обиде. Вот. А главное то, что они сразу из... Начало, вспомните, маньчжурский абрикос с размером чуть больше ногтя. Вот. И такая резкая карьера. Сразу в высшую лигу. Вот. Вот это вот получилось. Вот это дерево. Ему цены нет. Ему нет цены. Такие чудеса бывают крайне редко. Даже у меня. Почему? Можно сказать, что сюда перешли гены. Это же культурная была прививка. Вот эта. Которая погибла. Можно сослаться на нее. Что это из-за нее получились роскошные плоды. А можно сказать. Да рядом я показывал. Угощал плодами 80-граммовыми. Вот этих же ученых. И блогершу. С королевского. Которым... Да у них крона сомкнулась. Вот. Хотите так считать. Хотите это. Но чудо совершилось. Вот это из князю грязи. Из грязи в князю. Вот. Это еще мелкие плоды. Сейчас они крупнее. Прошла неделя. Так. Теперь. Вот это вот абрикос. Тоже он уже намного поспелее стал. Поярче. Это. Я его назвал скороплодный. Почему? Это дерево заложило цветы на второй год. Теперь косточки с него я называю. Сын манджурцев скороплодный. Вот. Не хочется много лет ждать. Вот эти косточки ваши. Могут быть. Так. Здесь получилось так. Вот это вот бай. В этом году. Это одно из дерев умирающих. 30 лет исполнилось. Крайний срок. Ну он еще умирает. Потому что с него за все годы на прием взяты сотни черенков. Я калечил, калечил, калечил. Наконец дождался. Вот это весь урожай. Ну нет. Еще такие сторонки. Еще два десятка. Не ветер, как раньше. А два десятка плодов. А вот ниже прививки, ниже прививки, пошла ветка. Посмотрите с какой густотой. Вот. Если вы видите вот это, да? Это ниже прививки. Красные плоды. Еще один вариант. Сен-Манджурца. Вот. Вот вы сейчас видите примерно 50-ю часть или сотый урожая с него. Представляете, как урожай с него. Вот. А вот это вот абрикос, который я тоже удивлял и ученых. И блогершу. Вот. Это абрикос Мичуринский. Вот. Он облагородился и стал два раза больше. Причем резко. Только в этом году. До этого он был довольно заварядный. Вот так вот. Восстанавливается персик. И так как он восстановился, его надо срочно, Елена Александровна, его надо переносить, переносить, переносить. Иначе можно доиграться, что однажды без персика остаться. Я вам показываю, это вот тот самый ободранный морозом, да нельзя. Просто он восстановился. Вот это вот один из моих дюков. Я угощал, угощал. Мои гости их не ели. Сказать жрали, они обидятся. Ну, мы все ели. Я ел, не мог удержаться. Это те самые дюки. Степная вишня. Дерево половину уже спилил. Сухие ветки. Пошел четвертый десяток. Дерево умирает, замены нет. А это самая надежная вещь на свете. Почему она умирает? Я ее испортил, внедрив в нее гены. Черешня опять же, но руки чешались, вот дочесались руки. Все-таки морозокость на несколько раз снизилась. Плоды стали вкуснее, а морозокость стала ниже. Потому что кто из вас съел настоящую степную вишню, эту мелочь кислять, но есть невозможно. А этим можно кушать, я угощал. Вот. Вот это дерево я внедрил, я с нее собрал, это не я, моя племянница, с него собрала полтора ведра отборной крупной вишни. Это снимок немножко старый, то есть в процессе созревания. Вот. И тот, кто немного разбирается в черешнях и в листиках вот этих скажет, да это черешня. Нет. Она проходит стадию определенную, то есть проявляется гена черешни. Здесь было внедрено три, росло три прививки. Две красные черешни, одна желтая. Вот. И, ну, потом все-таки становится вишней. Но какой вишней? Извините, ученый гость назвал черешней. А для меня это что? Для меня это комплимент, это похвала. Вот. Так, теперь, ну, тут пошли мои эти самые приколы, когда из мелких, ждешь мелкие плоды, получаешь вот такие. Вот. Это еще вариант получился этой фоэмы, уже я бы ее не узнал. Хотя я родитель этого клона, этого экзитивного гибрида. Еще и такой теперь будет. Вот так вот. И еще пришла фотография мне. А, я ее тут, по-моему, нету. Нет. Значит, мне прислала вот первым плодом таким же. Катерина Челябинск. Это не простая девушка. Это девушка, которая ведет мой сайт. Вот. Она тоже заболела с удовольствием. И у нее первый рожай. Страшные были заброски. И у нее точно такая же фоина. Но, эта прививка у нее выросла точно такая же. У меня есть фотография. Ну, не успел ставить. А она выросла из косточки. Крупный, вот такой же формы, вот такой же. Такого, ну, копия этого. Вот. Впервые у меня появился то ли фундук, то ли лещина. Заплодоносил. Растет. Десять лет растет. Я уже забыл, что он растет. Пойду мимо, обкашу вот эту крапиву и дальше пошел. И вдруг глаза вылупил. Вот это да. Неужели я с орехами. Дальше головная боль. Как размножать? С косточек неинтересно. Зеленым черенкованием попробовать. Ну, момент упустил уже. Скоро август. Да может и сядь было. Да нет ни сил, ни времени. И вот. И Александр, записывай ты там где-нибудь. Вот. Фундук в Сибири это такая редкость. И вот. Лещина. Даже лещина редкость. Ой. Один из сыновей Мажурского абрикоса. Молодняк, что с него взять? Первый урожай. Это сейнец. Что будет, то будет. Вариант, то количество растет, растет, растет. А вот это очень важный учебный снимок, друзья. Это не просто у вас это. Весь из полей. Это Фаина. Еще один вариант Фаины. Но. Вам казалось бы. Да все прекрасно. Все замечательно. Ну, прекрасно это. И ты же из-за волшебных. Черка с два. Я с нее брал черенки. Смотрите. Один черенок, там второй, там третий. Я эту ветку уничтожил. Фотография сделана неделю назад. А сейчас. А ветка умирает. А тогда выговорят так. Но я-то опытный товарищ. Я сам себя обманывать не стану. Внимание. Вторая ветка, где я не брал черенки. То есть, на самом деле, Фаине еще расти и расти, расти и расти. Но ветка изувечена. Поэтому преждевременное созревание. Когда ветка изувечена, когда она умирает, что программа срабатывает как? Как можно быстрее дать семя, чтобы... Потому что ветка умирает. Откуда семя? Ну, косточка семя это одно и то же. Откуда взяться семени? Ну, откуда? Быстрее. Успеть, успеть. Вот она успела. Эта ветка. Целая? Нет. Нет. Эта ветка. Целая? Это изувечена. И когда я читаю десятки раз. Это еще публикации были. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Это я по-разному называл. Уже матом. Понимаю где-то в глубине души. То есть, сознание мое. Они не виноваты. Их так учили поколение за поколением. Они искренне это делают. Я вам покажу потом. Вот как вам? Вот. Фото 219 года. И вот. Что я вам покажу? Вот. Жалко мне эту девушку. Потому что это. Это. Человек абсолютно не сведущий. Ни в чем. А нет. Это в этих самых. Ладно. Потом. У меня есть отдельная публикация. Отдельная папка. Потом. Просто я сейчас как начну орать. Потому что невыносимо мысль. Ну ладно. Мне кушать хочется. Я был вынужден. Это. Срезать несколько веток. И продать вам. Ну что вам? Какие еще доказательства нужны? Ладно. А на самом деле. Вот. Ему зреть и зреть. Запоминайте. Чем позже вступает в плодоношение. То есть иметь детство. И чем позже вступает в период созревания. Тем здоровее дерево. Вот. А. Кстати. У ученые. Вот. Это самое. Не знаю почему я не говорю. Как его зовут. Не знаю почему я не говорю. Я только сказал что с Барнаула. Все. Не знаю почему. Вот. Наблюдательный. Мне он. Кстати. Понравился. Это. Я же привык только ругаться. А тут смотрите. Во-первых. Он сказал что. Он проводил опыт. Он на Golden Delicious привил какой-то заврядный сорт. В цели улучшения его качеств. Я ему сразу говорю. Тут он наш человек. Наш. Раз. Во-вторых. У меня есть королевский абрикос. Плоды были крупные. 80 грамм. Мы наклонялись. Поднимали их. Они вот. И. А он смотрит. Говорит. Это в млечный блеск. Я говорю. Да. А все знают что у меня его быть не может. А у меня это дерево закрыто от солнца полностью. Этим. Справа посадил дерево. Потом. Я взял и. Построил эту здоровенную. Как же она называется. Беседку. И она полностью была закрыта от солнца. Там где уже вылезла. Выше. Крыша беседки. Там чистые листья. Вот как здесь. А ниже. Покрыты таким. Блеском. Действительно. Вот. Единственное что я с ним не сошелся. О мнениях. Мы успели перетолковать. Ну как же. Два разных этих. Два этих самых. Взгляда на вещи. Он считает что этот блеск съедает листья. А я ему объясняю. Что если он пройдет и увидит остальные сотни абрикосовых деревьев. Так. Он ни на одном кроме этого закрытым солнцем никакого блеска не увидит. То есть. Никаких грибных болезней вообще поменят. Почему. Они открыты солнцем. А этот закрытый солнцем. То есть. Созданы искусственные условия для развития болезней. Вот. А он считает искренне. Что вот допустим есть какой-то зловредный. Ну какой-нибудь там. Это не он. Это мнение всей науки. Вспомните там. Это. Манелиоз. Чуть ли не сказал. Сальманиоз. Я не могу запомнить все эти названия. Наверное можно смеяться. Их множество придумано. А это все разновидности грибов. Плесени. Вот. И считается что они жрут деревья. Они жрут ослабленные деревья. Деревья которым не повезло. Потом я вам еще кое-что покажу. Но пока вот это. Мне понравился этот мужик. Я ему сказал. Да вот. Забирайте. Станешь этим. Как он. Станете академиком. Забирайте в штат. Дождутся ли. Наша молодежь талантливая. Так. Помните я 10 фамилий называл. Талантливые молодежи. Жаль что они не нужны науке. Так. Елена Александровна. Помните вы заметили. Прямо питомники. Саженцев второй год. Ну это так. Почти прикол. Вот. Вот эта тимошка. Вот эта самая. Позирует еще. Возле этих. Супер абрикосов. А вот сравните. Я специально. Ну представляете. Здесь примерно 60 грамм. Да. Вот. А здесь. А вот эти. Они упали с этого. С моего патриарха. Вот они. Вот они такие были. Только поменяли окраску. Ну рядом растет еще и. Красный амур. Сель с амура. Который ему подарил эту окраску. Ну. Не братья половой связи это называют. Вот. Так вот. Значит. Для чего я вам показываю. Вот. Потому что с этого. Я получил. Но я не успел сделать. У меня есть электронные весы. Успел сделать фотографию. Которую. А. Ну кстати. Ой. А что я не успел то. Вот. Пусть я. Топ фотографии не сделал. Вот это королевские. Так. А вот это мичуринские. А мичуринские всегда был середнячком. Ну. Типа автомобиль Жигули. Как. По моей классификации. Ну. Королевские. Это понятно. Это элита. Вот. Это первая. Патонка. Это еще не самая крупная. Вот. Согласны. Берем я в большую югу. Елена Александровна. Вот это. В элиту. Вот это вот мичуринский. Он. Он укрупняется. Он укрупняется. Я ничего не могу с этим поделать. Так. Пожалуйста. А здесь. Вот эти две фотографии. Ну. Это как градация. Восемнадцатый год. Это. Сенька. Так. Вот. Вот. И он с королевскими абрикосами. Которые растут здесь. Отдельный ареал. Три штуки. Вот с ними он фотографируется. А их никто не портил. А у меня там королевские абрикосы измельчали почти два раза. Я жаловался. Но они окружены этими плебеями. Так что. Ну как. Буквально в смысле. У них все переплетены. Все эти кроны. И вот получилось вот это вот. Видите. Это уже не с этого сада. А с того. Где. Видите. Уже помельче. Вот. Только сеньки не было. Пришлось. Задействовать тимушку. Вот такие дела. Видите. Как парень быстро растет. Каждый день косит. Покосил. Тридцать минут сто рублей. Собрал ведерко с абрикосами. Тридцать минут. Вот это первое буряб. Это неделю назад. Первый сбор. Поспела войлочная вишня. Вишня съедобная. Чисто сладкое назвать нельзя. Она все-таки. Но отбор был произведен мной. Когда я долго-долго искал. Где мне взять съедобную. Потому что. Ой. Я уже рассказывал. Не буду возвращаться. Вишня войлочная заготовлена. И я наконец. Раз уж пользуясь случаем. Скажу. А кстати. Какая у меня всхожесть. Видели? Это у Сергея Петровники. Вот такая всхожесть. Ни одна не куплена. Но это уже другой вопрос. Вот. Теперь. Что-то. Сбился я в смысле. А. Вишня войлочная. Уже у меня косточки заготовлены. И. Я принял первый заказ. На. Косточки абрикосов. Еще не все сорта есть. Но некоторые говорят. А мне такие. Они есть. Я уже принимаю заказы. Пока только на. Получается абрикосы. И на вольную сию. Больше ничего нет. Из свежего урожая. Так. Вот это вот. Пару раз показывал за свою жизнь. Но вряд ли многие из вас знаете это данное. И так. Новосибирск. Холодно. Красноярск. Холодно. Чуть-чуть на градус средней температуры. Теплее. В Саиногорске. В Абакане. В Телябинске еще теплее. То есть. Вот это вот. Таблица к тому говорю. Нету здесь Барнаула. Но я думаю Барнаул не холоднее Новосибирска. Так что. Зря мне кажется. Ученый. Муж сказал что. Не растут это одно. А они могут ли расти. Вот вопрос. Я бы на месте попробовал. Но он специалист по сливам. Пора уже снимать. Про сад Красного Хоторя. Эти карлика колновидки. Мы уже насмотрелись. Дерево. Килограмм яблок. Ха-ха-ха. Ну что я скажу Александр. Я. Все эти годы я снимал в своем саду. Так. Снимал. 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 Но толку как видите. Никакого. В этом году. Сейчас у меня с утра была блогерша. Вот. Ей достались самые крупные абрикосы. Потому что в этом году урожай. Есть абрикосы крупные. Ну крупные это понятно. 30, 40, 50, 60, 70 грамм. Это для меня середнички. Это для. Где-то в другом месте они считаются супер. А крупные все что. 60, 78, 90, 100 грамм. Вот эти. Вот. В этом году их не так много. Страшная зима. Было много сухих веток. Я никогда не скрываю свои проблемы. Я их отрезал. Я их показывал сегодня ученым. Показывал блогерши. Вот. Но я угощал. И действительно несколько феноменальных деревьев есть. У меня одна королевская. Все усыпано плодами. Но плоды-то 50 грамм. Четырехсторонная. Какая красотища. С четырех сторон оно полностью задушено плебеями. Сыновьями манчжурства. Да. И оно. Ну зато их немереное количество. А прошла зима. А их не должно быть вообще. А еще уже были заморозки. И вот эти вот. Которые задушили в своих обятиях. Вот эти вот. Манчжурцы. Я показывал все. Ну ну. Это. И мне мог бы. У меня не было времени. У меня на груди болтался фотоаппарат с камерой. Вот. Но я выключил. Я уже чувствую. Что после утрешнего интервью блогера. Что у меня уже не было сил. Я же целый день косил. Кто же за меня косить будет. Вот. У меня руки тряслись. Я не мог камерой владеть. И вот получается. Что. Момент упустен. Самые крупные плоды. А. Другие такие же крупные. Но они еще зеленые. Они еще на дереве висят. Но. Вот таких вот супер урожаев. В этом году. Будет только у. Сенцева мура. У. Супер урожаев. Будут у. Сыновей манчжурца. Ну это когда. Плодов как это. Как на облепихе. И. Всего несколько деревьев крупноплодных. Вот. А остальное так. 50 огромных плодов. 100 огромных плодов. Ну пол ведра. Вот это особый год. Я из-за этого боюсь съемки вести. Я из-за этого. Анатем Валерьевич. Сыновей. Анатем Валерьевич. Сыновей. Производит. Но я не могу показать остальное пустое дерево. Вот. И смеяться будут. А не покажешь ложь. Вот одну ветку показал. А где дерево. А вот это вот проблема. Когда одну ветку. Или там три плода. Да еще нарисуют. И это все что показывают сайты. Которая крупная. Продает десятками тысяч саженцы. А на сайте у них как раз три плодика. А я не могу. Я же их критикую. Вот и получается. Вот потерян. А это потом придет время. Когда заплодоносят сыновья манджирца. Это будет просто. Даже для такой страшной зимы. И то это феномен. Сильно уже большой урожай.